Приветствую вас на канале. В этом видео покажу два женских кошелька, а точнее обзор на два кошелька, их сравнение, процесс создания одного из них. Первый кошелек это старая модель, а точнее модель, которая была создана в 22 году и она же стала одной из самых популярных даже на сегодняшний день. Что я подразумеваю под слово популярная, это одна из самых продаваемых моделей. Кстати, видео первого кошелька есть уже давно на канале. Вторая модель кошелька это немного видоизмененная и увеличенная модель первого кошелька. Почему решил создать модель чуть больше, я расскажу в конце видео. Когда будем делать обзор на эти два кошелька, также расскажу плюсы и минусы данных изделий. Данные кошельки изготовлены из кожи. Хромовое дубление толщиной примерно 1,5 мм. Нитка и тут и тут 0,55 мм. Шаг пробойника 4 мм. Кнопки 12,5 мм альфа. Молния пятерка. Кстати, не забудь подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Ваше мнение для меня важно. Также нравится ли вам такой формат контента. Под видео будет две ссылки на выкройки этой и этой модели. Можете скачивать и экспериментировать. Всем приятного просмотра. А мы приступаем к сборке кошелька. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 В общем, вот такие вот два кошелька у нас получили. Итак, давайте пойдем по порядку и начнем с первого. Вместительный, удобный кошелек, имеет 6 карманов под карты. Можно сказать, 3 отделения под купюры и 1 карман на молнии. 4 кармана для карты расположены на внешней стороне кошелька, и 2 кармана внутри кошелька. Эти карманы планировались под водительское удостоверение, либо паспорт, ID карточка, либо же любые другие документы, карты размером пластиковой карты. Кошелек закрывается на кнопку с пластиком. Вот это 3 карман для купюр. Еще один плоский карман, один большой. Туда телефон трудом помещается. Удобная монетница. Обычная, так сказать, аннатная. В принципе, так все видно. Из недостатков, губа мое мнение, это хлястик. Он из одной кожи сделан, не проклеен. Но, мое мнение, его лучше делать с двух частей, с двух миллиметров. Коши проклеены, но при этом кожу надо удончить, чтобы толщина хлястика была не больше двух миллиметров. Тогда ему будет комфортно, удобно пользоваться, и он будет гармонично смотреться. Это, опять же, сугубо мое мнение. И прежде, чем мы перейдем к обзору второго кошелька, я расскажу вам, почему я решил его сделать. Спустя некоторое время мы стараемся получать обратную связь от наших клиентов и интересоваться, удобно им пользоваться нашими аксессуарами или же что-то в них надо изменить, какие есть нюансы. И вот какие минусы мы услышали от людей по поводу вот этого кошелька. Третий карман, который находится на крышке клапана, он почти не используется. Его лучше поместить в сам кошелек. Карман под карты, которые подразумевались для документов и расположены внутри. Их также куда-то переместить, потому что ими неудобно пользоваться. И, по мнению наших клиентов, никто документы не хочет носить в кошельке. А если просто убрать эти карманы и оставить 4 этих, то 4 кармана под карты, как оказывается, маловато. Выслушав мнение наших клиентов, их пожелания и вот что я придумал. Вот такой кошелек, немного видоизмененный. 6 карманов под карты мы вынесли на лицевую сторону. Внутри кошелька также 3 отделения под купюры или какие-либо документы, чеки, бумажки. Так же теперь у нас тут помещается и телефон. Изменили немного клапан. Тут уже, конечно, дело вкуса. И так как на клапане нет кармана, его уже можно менять как угодно. Можно треугольник формы, дугой. Главное, что он должен быть где-то до вот этого вот расстояния. И в кошельке две вставки расширяющие, делая кошелек более вместительным. Так же обычная стандартная удобная монетница, глубокая. Вот, в принципе, и все, что было изменено. Из минусов, на мой взгляд, у этого кошелька я бы, наверное, вот эту стенку делал закрытой. Так как тут видны швы вот этих вот карманов. Таким образом, если мы поставим сюда такой же кусочек кожи, у нас получится плюс еще один карман. И визуально будет более красивее смотреться. Лучше вот такая вот поверхность младенькая кожи, чем открываешь и видны швы. Ну, на функционал это никак не влияет. На внешний вид для окружения так же никак не влияет. Никто это видеть не будет, только сам владелец. Оба кошелька мне нравятся. На счет первого могу сказать, что он удобен в использовании, так как это нам подтверждают наши клиенты. На счет второго кошелька, как говорится, время покажет. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Будем обсуждать разные плюсы, минусы изделий. И в итоге создадим что-то новое, удобное, комфортное и стильное. Подписывайся на канал. У меня будет много видео интересных и полезных. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok